Как это страшно выглядит? Страшнючая буква F, которая застряла в углу с курицей. У меня только один вопрос. Точнее нет, два вопроса. Как и почему вот это вот находится уже пару месяцев в топе плеймаркета? Что вообще происходит? Грёбаные бесконечные альфабеты с шикарными оценками захватили весь топ плеймаркета. И сегодня мы с вами будем разбираться, почему это произошло посредством игры в эти произведения искусства. Так что присаживайтесь поудобнее, поставьте лайк, это буква L, если что. И начнём мы как раз таки с игры Alphabet Room Maze. Это какой-то новый формат, мы раньше в подобное не играли. И чем же мы должны будем заниматься в этой гениальной игре? У меня есть буква A, есть какая-то дверь, и я должен ходить из двери в дверь и таким образом уничтожать другие буквы. И в принципе я уже не могу, по-моему, победить следующую букву. А нет, могу. Буква E, они там вообще разговаривают, а? И как я смогу победить вот букву, у которой 450 сил? Это что, какая-то шутка? Ну давайте попробуем. Это у нас буква Blue, буква B это буква Blue, а буква A это у нас видимо Red. То есть они здесь намешали ещё и грёбаных радужных друзей. И кажется мне всё-таки удастся пройти этот уровень. И это вот настолько примитивная и странная игра, что я даже не понимаю, как это могло захайпить. Как это попало в топ-10 самых популярных игр. С рейтингом, напомню, в 4.8 из 5. Шикарная игра. Готи. Возможно, здесь есть какие-то крутейшие механики, о которых я пока не знаю. Но нет, по-моему, их здесь нет. По-моему, здесь бесконечное количество дверей. Дети, кстати говоря, ведь любят двери. Да, они думают, блин, это чё? Дорс, что ли, заходят? А здесь реально какие-то двери есть. Можно ходить, буквы уничтожать, очки какие-то получать. И тут ещё и радужные друзья, и буквы. Чё тут только нет. Это вообще реально шикарная игра, заслуживает определённо быть в топе. Так, а нет! Я проиграл случайно, ладно, бывает. Я заново должен этот уровень буду перепроходить. И вот хоть что-то меняется. Нет, то есть, если вы случайно мискликнули, вы просто будете всё это перепроходить заново. Абсолютно тот же самый уровень. И это настолько скучно, что для меня в данный момент является загадкой, как люди в это играют. Лучшим призом у нас является F в шляпке. Ну, давайте мы попробуем достать F в шляпке. И нет, я её не достал. Но, в принципе, и не сильно-то обидно. Давайте-ка мы попробуем всё-таки до конца одолеть этот уровень. Я думаю, у меня получится. Я же не совсем тупой. Нужно всего-то уничтожить пару букв B. Сейчас у меня будет 300 очков, я уничтожу ещё одну E. И тут даже буквы повторяются, при том, что в альфабет лоре дохрена букв! Там есть Y, X, Z и все остальные буквы. А здесь в основном вот только вот эти вот буквы. Хотя, возможно, на следующих уровнях будут как раз-таки новые буквы. Но я тем временем хочу уже поскорее завершить этот уровень. И, в принципе, у меня вполне себе получается. Не такой уж я и тупой. Могу детские игры проходить. Получается, 999 IQ. И вот, в принципе, я, собственно говоря, и прошёл эту гениальную игру. Прошёл ведь? Да, всё, прошёл. И дайте угадаю, в следующем уровне мы просто будем открывать двери, да? Не правда ли? А ну-ка. Кстати говоря, мы можем букву поменять. И здесь есть весь альфабет лор. Правда, чтобы поменять букву, мне нужно 1000 монет. А то у меня вот 995. Какое совпадение, блин. И да, здесь абсолютно такое же количество комнат. Плюс-минус такие же буквы. И я не вижу смысла тратить на это своё время. В таком случае мы перейдём уже к откровенному трэшу. Вы только посмотрите на эту картинку. Прятки от альфабета в Майнкрафте. О май гад. Серьёзно, это вот эта вот элементарная игра, где у вас буквально 2-3 чувака бегает по замкнутому пространству. И вы должны их ловить. Либо вы должны бегать по замкнутому пространству. Вот теперь я с грабпаками буду бегать по замкнутому пространству. Отгонять от себя букву Q. И она даже за мной не гонится вроде как. Ты что там делаешь вообще? Оно отошло. В принципе, мы можем вот так вот стоять, пить её руками, и она нас никогда не догонит. Игра гениальная. 4 из 10. Мы ещё играем за грёбанного аватара. Просто бомба. Можно котика получить за рекламу. А знаете, за что ещё можно получить котика? За лайкосик под этим видосиком. Вот смотрите. На счёт 3 ставьте лайк. Раз. Два. Три. И вот он котик. Я же говорил, я не вру. Ещё там, кстати говоря, добавили анимацию при подписочке. Так что обязательно подписывайтесь. Ну а я тем временем не хочу особо тратить, опять же, своё время на эту игру. Хотя я буду буквой А. Не, ну тогда это меняет дело. Давайте-ка мы поймаем все остальные буквы. Я ведь должен ловить сейчас буквы, правильно? Нет. Другие буквы тоже ищут игроков из Майнкрафта. То есть я должен ходить и сносить черепушку Росомахи. Чего, блин? А где остальные противники? Тут все с такими хайповыми скинами, причём эту игру можно вот забанить за эти скины, потому что, ну, вряд ли у них есть авторские права на какого-нибудь Росомаху. Как это страшно выглядит. Елеваю. Хоррор альфабет выживания. Вот хоррор альфабета я ещё не видел. Это должно быть реально страшно. О, боже мой, что здесь происходит? Сегодня кто-то из вас не уснёт. И стоп, это та же самая игра? Серьёзно, блин? Да быть такого не может. Да нет, только здесь у нас буква А, это хоррорная буква. И нет, здесь вид от третьего лица. Что-то они допоменяли. Это как будто другая игра, но она полностью скопирована. Причём в плеймаркете эти игры находятся недалеко друг от друга. И здесь есть какой-то подарок. Это у нас монеты, давайте я их заберу. Можно бесплатно покрутить хреновину и получить ещё монеты, которые непонятно на что нам нужны. Хотя я догадываюсь, здесь есть какая-то комната, тоже украденная, видимо, из другой игры. И эту комнату мы можем обустраивать. Купить, к примеру, мусорку за 500 монет. Вот приходится работать ради мусорки целый день. Жиза-то какая! И теперь я играю за человека и должен буду убегать от этих букв. И да, здесь у нас вид от третьего лица. Вот она, абсолютно страшнючая буква F, которая застряла в углу с курицей и не может выбраться. Гениальная игра. Десять из десяти. Надеюсь, что и следующая игра будет не менее крутой. Альфабет Ио. Но это хотя бы не клон первых двух игр. Это что-то новенькое, но здесь тоже можно поспинить. Давайте мы поспинем и сразу получим деньги. Или крысу. А, это не крыса, это носорог. Я сразу получил носорога. Большое вам спасибо. Только при чём здесь альфабет? Я могу получать каких-то животных. Блин, тут такие милые животные, но я не совсем понимаю, что происходит. Тут есть мифические животные, обычные животные. Причём мой носорог это эпичное животное. Чем я должен здесь заниматься? У меня есть буква А и носорог. Я дерусь с другими буквами и это всё. В этом весь смысл игры. Окей, я собрал ещё тысячу монет. Я на 136 918 месте. Что, блин? Сколько тысяч лет нужно играть в эту игру? А, ну класс, мы продвинулись. Осталось всего-то 136 тысяч позиций. Я хочу в этот раз играть за букву К. Посмотрим, насколько она у нас мощная. Подходим к букве Ф, потому что она самая злая вроде как. Что-то у меня не получается её загасить. О, загасил. А что если я бочки буду гасить? Бочки непонятно, что делают. Так, всё, всех загасил. Дабл килл. Ну, кстати говоря, вот эта игра достаточно злипательная. Но она слишком однообразная, слишком простая. Я получил 4 убийства и в очередной раз повысил свой рейтинг. Давайте мы сразу прокачаем себе размер на максимум. Теперь я должен быть реально крутым. Реально мощным. Теперь я не могу выбрать букву. Нет, спасибо. О, я буду буквой Ф. Я как раз-таки злобный гуманоид. И у них отличается атака, кстати говоря. Это, знаете, такой бабл квас на минималочках. Очень минималочках. Так, буква А. А ну-ка, лежать. Лежать, я сказал. Ну, в принципе, идея у игры неплохая. Даже можно вот в такую игру позалипать, когда едете куда-нибудь в автобусе. Но как полноценный самостоятельный проект, это что-то странное. Она только что начала огнём стрелять и крутиться на месте. Боже мой, какая наркомания. Я, правда, до сих пор не совсем понял, зачем мне животное. Насколько я продвинусь. А ну-ка. Ого, ещё на пару тысяч мест. И эта игра была бы гораздо интереснее, если бы в ней были другие игроки. Это всё боты. Вы, в принципе, видите, как они перемещаются. Давайте я себе скорость прокачаю. И за какую букву я буду играть в этот раз. А ну-ка, удивите меня. Буква А. Ай. Окей. О, у неё интересная атака. Давайте-ка мы уничтожим другую букву А. Она какие-то шары оставляет на земле. О, сокровища. Вот стоямба. Стоямба, я сказал. Сейчас всех уничтожу. А ну-ка, стоять. Но буква Ай мне пока больше всего нравится. И, в принципе, я даже могу натянутый лайк этой игре поставить. Потому что здесь есть интересные механики. Какие-то спецэффекты. Эта игра не сильно давит рекламой. Тут есть очень миловстратые животные. И, в принципе, как бы окей. Перемещаемся прямиком на 128-тысячное место. И идём в следующую игру. Альфабет лор 3D. Вот это должно быть эпично. Но на самом деле чё-то как-то нет. Что это такое? Мобильные игры. Ладно, дальше что у нас? Да, под такую музыку всё это и должно быть. Буква Б лагает. Никого это не смущает? Сейчас опять F на неё нападёт. F. F. Аааа. Словил кринжа. Альфа-бет, лор-ран. И что вообще происходит на картинке? Такого же не будет в игре, да? О, да нет. Ну нет. Один уровень. Я дам этой игре один шанс. Тут, кстати говоря, даже перевод есть. Окей. Абсолютно гениальнейший клон Subway Surf. Он просто гениален. Так, я ещё и летать могу. Летающая буква F по какому-то Китай-городу. Уворачивается от радужных поездов. Вот если бы вы мне пару лет назад сказали, что я вот в подобное буду играть, я бы над вами посмеялся и не поверил. Но в данный момент я именно этим и занимаюсь. Я какой-то буквой только что вписался в грёбаный поезд. И она мне разбила экран. И в качестве бонуса мне предлагают вот это вот. Что это вообще такое? Но я побил новый рекорд и больше никогда не смогу забыть эту игру. За нами, кстати говоря, гоняется буква А. Могу я выбрать какую-нибудь другую букву? Мне интересно, есть ли тут другие буквы? Да нет, я не хочу бегать. Я хочу посмотреть на другие буквы. Давайте посмотрим, какие буквы здесь есть. Есть Си. И всё? Здесь только две буквы есть? Только Ф и Си? Это вроде Альфа Бет Лор Ран. Почему здесь только две буквы из 20-30? Какого чёрта? Впрочем, неважно. Раз все так сильно любят букву Ф, давайте сыграем в Ф-киллер. Здесь даже можно выбрать себе оружие. Так, но я хочу меч определённо. Вот тут есть меч, я буду играть мечом. И офигеть! Это что-то новаторское. Они даже фон нарисовали какой-то уникальный. И я могу драться мечом с буквой У. Ну чё-то как-то я как будто проиграл. Ладно, попробую ещё раз, но я не совсем понимаю, как здесь драться. Вот я нажимаю на оружие и... О, я победил! Хорош, а чё дальше-то? Да там буква Ф просто в шоке от происходящего, как в принципе и я. Она ещё и двойной прыжок умеет делать. Как вам такое? Боже, насколько же эта игра глючит. В этой игре буквально даже фона нет. Здесь нет ничего, что могло бы глючить. Вот здесь статичный белый фон, абсолютно примитивные буквы. Нет никаких анимаций, кроме вот этого всратого прыгания. И при этом эта игра ещё и лагает. Это шедевр. Play Market меня не перестаёт удивлять. На меня нападает буква А, причём не того цвета, с пистолетом, мать его. Это шедевр, это абсолютный шедевр. Это заслуженно попало в топ Play Market и в мой ролик. Ни хрена себе, он там шмаляет. Так отшмалял, что мы переходим к альфабету против цифр. Абсолютно шедевральная загрузка. Сразу видно, над игрой работали профессионалы из подвала Китая. Давайте мы сыграем в это. Так, как играть-то? А-а-а-а-а. Ха-ха-ха. Это скам говна. Как только мы нажмём на кнопку Go to Anyway, то включится реклама. Причём тоже реклама с альфабетом. И что стало с буквой F? Потом нам предлагают выбрать другую кнопку, потом показывают рекламу, потом предлагают выбрать сложность, показывают рекламу. И те, кто смотрят каждое видео на моём канале, понимают, о чём речь. Те, кто не смотрят, самое время посмотреть всё это добро, потому что я умываю руки. Всё, с меня на сегодня достаточно. Я хотел сделать ролик подлиннее, но это слишком бредово. Ставьте лайк за то, что я потратил вообще на это своё время. Подписывайтесь на канал. С вами сегодня был Fox Neo. Увидимся.